Здравствуйте! Снова приветствую вас на нашем YouTube-канале енот по стригу. Обещал я вам показать, что бывает, если не смазывать нож. Ну и вот относительно недавно пришла к нам клиентка, говорит, забирайте назад вашу машинку. Машинка плохая, не стрижет, сломалась. В общем, все печально. Давайте посмотрим, что же там у нее случилось. Попробуем догадаться, что же было причиной. Итак, машинка Moser Chrome Style очень громкая, прямо очень громкая. При снятии мы видим картину. Здесь у нас в поводке ножа прямо выгрыз эксцентрик кусками. Для сравнения, вот новый абсолютно нож, мы видим, что здесь нет этого ничего выгрызенного. Здесь все еще в масле, конечно, плохо видно, но тем не менее. Гладкие, ровненькие, прямые щечки. Здесь все пропилило. Первоначально у меня была мысль, что, наверное, брак ножа. Такое бывает, пообещали, ничего страшного, поменяем вам нож. Но, говорит, так раскалился при работе эксцентрик, что расплавил вот эту штучку, и она прямо налипла кусками. Ну, говорю, оставляйте, заполируем вам эксцентрик, чтобы это не повторялось. Ну и взялся уже без клиента работать с ножом. Выяснилось, что даже от руки нож двигался с трудом. Нож был абсолютно сухой, не блестел, ничего, просто сдвигался даже с трудом. После разборки все, в общем-то, стало на свои места. Если что, ножу этому около четырех месяцев. Четыре месяца назад была куплена машинка. И что мы видим? Мы видим, что с одной из сторон у нас просто-таки вытерло весь нож. То есть, мы видим с этой стороны, да, имеются какие-то следы, едва различимые, от того, что здесь терся верхний нож. Здесь прямо вот проелозило до дыр. Практически. Кроме того, в момент разборки здесь было такое обширное довольно-таки пятно ржавчины, которое я уже убрал. Но, тем не менее, вы видите, вот здесь вот на этом месте все равно такие блики ржавчины еще остались. Да, нож был почищен, смазан. И после этого, после сборки он ходит, как ни в чем не бывало. Но, само собой, из-за того, что был выточен эксцентриком поводок, а выточен он был из-за того, что нож двигался с трудом из-за отсутствия смазки, ну, теперь этот нож не пригоден. Надо будет менять нож целиком, либо, если найдем где-то поводок, заменим его. Итак, давайте я соберу нож и сделаем резюмент. Итак, нож обязательно смазать, так как указано в инструкции. Три точки по кромке ножа. Раз, два, три. В трех местах. И обязательно смазать вот здесь, где они соприкасаются у нас. Вот здесь. С одной стороны. И обязательно с другой стороны. Здесь вот тоже смазать. Почему? Нож этот, он имеет выпил. И масло с одной стороны до другой не дотечет. Поэтому смазываем минимум в пяти местах. Раз, два, три, четыре, пять. После того, как мы нож смазали, даем ему поработать и вытираем лишнее масло. После этого нож готов к работе. Если вы работали со влажными волосами, обязательно убедитесь, что не осталось влаги на ноже. Продуйте его феном и тщательно смажьте маслом. И опять же, включите, дайте машинке 10 секунд поработать, чтобы масло распределилось. Следите за своими машинками, берегите свой инструмент. Тогда он у вас прослужит в разы дольше и потребует в разы меньше денег на свой ремонт, обслуживание и замену. На этом все. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Вступайте в нашу группу ВКонтакте и Нотпостыгун. На этом все. Пока-пока.